приветствую что он сегодня у нас это оправы составные такие которые вам показал заготовках эти оправы вот клиночком плавненько не торопцом произвожу не торопцом потому что метод хватает забот с заготовками с паковками да и спрос не особо какой-то велик чтобы для сайта бегом-бегом торопиться делать что-то поэтому занимаюсь еще половину другим делами это николай николаевич смотрите оправа для вас изготавливается зря тура слепнул что древесина какая-то там может быть отравлено и не обращайте внимание на болтовню это домыслы потому что привык работать допустим с химическими вариантами такими вот как вот вот акрил допустим там корейская береза стабилизированные вот я привык везде чувствовать где-то химию даже в черном грабе в этом ареном она есть сколько и сколько у меня например на падук общей энергии я я всю жизнь прожил не знаю что такое аллергия мне все время было смешно слышно какая аллергия о чем вообще разговор что это за зверюх такая но когда начал обрабатывать падук красный такая древесина у меня даже он тут есть но я тут от пыли от этой я тут у меня руки с цепью покрывались то я сразу же бросил ее в сторону все перекратилось поэтому сами подумайте натуральная древесина и стабилизированная падука я в смысле имею ввиду а у меня от нее аллергия у кого у меня у которого всю жизнь не было ее никогда и думал что никогда не узнаю что это такое ну я опять попрощался с этой аллергией потому что больше эти деревяшки тут не беру в руки даже этот падук а все остальное у меня все в порядке вот оказывается эта древесина кстати жесткая использовалась для изготовления скрипок так что должно быть на совесть сделано я имею ввиду пропитка так это не для сайта вот какая-то одна из этих оправ вы тут каком-то из клинков немного массивно немного я больше всего переживал что они будут тяжелыми но нет все выгодно хорошо очень-очень такие невесомые оправы это самое главное чтобы в бритье оправа была легкой иначе было бы бритье некомфортным а вот это все больше меня и волновало название древесины так не узнал то есть мне нужно попасть в магазин где ее закупал и спросить она название из двух слов состоит что там тренденды розовая какой-то в общем розовый токси правда розового мало но какой-то такой легкий легкий оттенок есть посмотрю сейчас вот через монитор нет бежевый цвет обычный а вот не монитора есть какой-то розовый легкий оттенок и вот это розовый какая-то очень вот это надо до магазина будет добраться по смесь сейчас там вообще ничего не нужно в этом магазине я закупал эту древесину вот это граб граб вареный стабилизированный корейской береза до основа я вам прошел сказал это g10 у всех вот вот кроме вот этой оправы потому что она не наборная а вот это составная смысле а у составных всех g10 основа жесткая упругая же 10 но тонкая одновременно вот уже граб граб корейской березы стабилизированные я вот так вот вместе их показываю скреплю скреплю чтобы было понятно то есть как она будет собранном состоянии выглядеть это граб граб акрил с рогом натуральным рог натуральный вам скажу при обточке прям костью как будто кость обтачиваем потереть бы тут конечно вот так вот это выглядит и еще одна оправка это вот розовые с этим еще словом название и это зирий код вставка все старался ровненько подогнать что все четко тут было никаких чтобы косячков не было я не люблю и хоть косячки поэтому делаю стараюсь максимально хорошо вот еще раз повторюсь нам нужно делать не как для себя на слышно к выражению делала как для себя вот если б я делал для себя я так не старался честно вам скажу я сделал просто нормально просто хорошо сделал на себя не бы этого хватило я не придирчив к этому но когда делаешь для людей должно быть его много раз лучше чем для себя потому что делаешь для людей чтобы не было стыдно надо делать максимально хорошо и тогда на душе будет спокойнее вот ну что ж это все если у них какие-то еще дела проверну я обязательно покажу в этом видео приклею если нет так нет там что-то еще много делов сейчас я там еще кстати внутренние части у них не шлифовал не полировал это тоже займет много времени потом клинышки на будет подбирать то есть когда праву клиночку отдельно присваивать уже то есть и до сборки если сегодня дойдет это будет чудо но я в этом сомневаюсь это слишком долгий такой помелочевки процесс который затягивается так прилично в общем ничего пока больше не скажу путала единственно что у меня вопрос сейчас терзает уже даже не знаю какие модельки завести следующих бритв вот не знаю в реально узкие широкие длинные короткие не знаю что сделать у меня такие вот большие есть это углеродистые стали вот и шаха есть примеру это этот шаха это это 8 восьмых ширина это дамасские так можно сказать даже узким можно назвать вот вот шаха где у меня еще тут 10 ну ладно в общем вот такие у 10 шаха у меня еще есть 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 побольше раз в два они меня на другом столе ладно вот такие вот тоже есть углеродка широкие бритвы большие такие массивные все таки и 9хс две заготовки вот таких это то что меня сейчас просто для жить заготовках а ну да вот что дамасские комиссоры комиссури все все точно все я честно слово потерян не знаю что произвести что-то эдакого такого как бы чтобы вот не стандарт какой-то гонять ну ладно будем думать буду советоваться будем решать этот вопрос плавно чтобы прям делать то что нужно все пока в принципе на этом в общем продолжению быть вот теперь уже прошел целый день но на удивление точнее на радость на не удивление все пошло как по маслу работа практически все так совсем уж как по маслу то это практически никак не бывает но все же в основном вот так вот как прошло ну давайте покажу они еще не заточена покажу что у нас в итоге после сборки до укусил чуток забылся она же заточена коснулся такой чувствует кальнул вот слегка я же привык как будет в основном с не заточенными сборку делать вот всякой бывал всякая древесина плотная это заметно даже по полировке то есть полируется она так прям довольно таки сложно и гладко то есть это говорит о плотности большой так николай клочетова это вот как говорится нам вот такие вот бутузики получились вставлял как-то такую древесину в клинышке бутузики тоже не такие слегка кругловатые какие-то метода не получается сейчас пока нормально держать малярный скотч этом все установился так уж просто держу чтобы на всякий случай сделаем обзор не заточенных по брянькой пока есть такая возможность уже заточенных тоже можно брянькать но это чревато вот такими вот делами следующие бритвка клинышек тоже долго не задумывался какие клинышки ставить решил симметрию выдерживать но вот этот косячок легкий смотрите как закрываете должна бы вот так чуть-чуть сюда слегка на бок может так виднее будет он вот так ну бывают такие вещи тут уже конечно вот весь вывернешься наизнанку а странного так будет закрываться хочется и так вот так вот все нормально что давно вот дальше ну а что да таких у меня на сайте нет да и вообще ни у кого нет а у кого есть я видал просто говорила же я слезал с американских бритв в общем-то принцип сам вот у них вот эти вот обкладки внутри не g10 тонкая и пружинящие а у них просто тупо пластины металлические которые в данном случае неприемлемы но идея интересно почему я ее и перетер как говорится показываю я может слишком просто докапывать сам до себя но то все присмотреться очень сильно здорово прямо есть чуть-чуть не по середине но это прям какие-то там не знаю это я считаю это нормально очень люблю докопаться сам до себя вот так вот этот акрил с рогом натурель бушок слегка резанный да я как-то что-то тут тут маленько вот единственный случай где я запарил и не поставил клинышек из того же акрила с рогом может это хорошо может не очень но поставила вот так же из граба честно говорю даже вот когда все это производил сборку эту не задумывался даже вообще ни разу просто как-то на самого шло может даже сейчас отделаюсь такими словами как это как там народе говорится все что делается все к лучшему может и к лучшему то что не поставил акрил в клин видите чуть-чуть-чуть прям вот так будем все летки то было бы ладно а то сейчас меня тапок кинут кто-нибудь скажет докопался это вот зерикотом с этим розовым каким-то деревом я все-таки узнаю название это тоже зерикот кстати в клинышке любом узнаю название потому что мне надо как-то писать в описании что-то что это за штука такая с древесины вот тоже смотрите вот такие у меня сегодня косячки есть никак я без них не смог но лезвица конечно шик просто шик а в классика это вообще просто это просто шик я даже уверен что те кто будет пользоваться тот человек который будет пользоваться бритвами с классикой которыми нравится не пожалеет о том что у него такая бритва дальше что я скажу по этому поводу принципе я сейчас может быть даже заточу единственно что место то уже весь сломался мне все уже ломит поэтому я не знаю сейчас подумаю взяться ли мне за заточку или нет потому что в таком состоянии можно сделать всякие там всякие за . а это не есть хорошо поэтому скорее всего ей будут делать но посмотрим сейчас состояние и во вторых вы еще тут дела под накопились этот по времени уже принципе уже очень много не могу просто даже тупо по времени успеть и плюс еще тут такие вы по мелочи дела есть которые каждые по полчаса и поэтому мне сейчас целом придется сорваться с места я думаю что я не успею заточить поэтому следующий раз придется это сделать скорее всего так вот больше ничего не скажу потому что сам не знаю что и как дальше будет все на этом свидание